Уважаемые председатели, уважаемые главы делегаций, Повестка 2030 – наша лучшая дорожная карта к мирной, здоровой и безопасной жизни для сегодняшнего и будущих поколений. Цели устойчивого развития ООН являются основой государственной политики нашей страны и инкорпорированы в долгосрочную национальную стратегию развития Кыргызстана. Нами принята рамочная программа ООН по сотрудничеству в области ЦУР на 2023-2027 годы, двухлетний совместный рабочий план и комплексные национальные механизмы финансирования ЦУР, учрежден высокий совет по реализации ЦУР. Мне приятно отметить, что согласно недавно опубликованному докладу ООН по устойчивому развитию Кыргызская республика добилась существенного прогресса в реализации ЦУР, заняв 45 место из 166 государств-членов ООН. Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году. Уважаемые дамы и господа, несмотря на то, что пройдена половина установленного нами срока для реализации повестки 2030, нужно осознать, что мы еще далеки от выполнения большинства целей. С учетом доклада генерального секретаря ООН о прогрессе на пути к ЦУР, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы продемонстрировать нашу политическую волю и готовность действовать быстро и эффективно для достижения ЦУР на всех уровнях. Уважаемые участники саммита, хотел бы акцентировать ваше внимание на ключевых для нас направлениях по реализации ЦУР. Во-первых, Кыргызская республика до начала пандемии COVID-19 достигла заметного прогресса в сокращении бедности. Но с началом вспышки коронавируса общий уровень бедности повысился с 20% в 2019 году до 25% в 2020 году. Для того, чтобы вернуть динамику бедности на путь снижения, принципиальное значение для нас имеет укрепление системы социальной защиты, основанной на справедливости и инклюзивности. Кыргызская республика стремится к комплексной трансформации системы образования путем обеспечения равного доступа к ней, повышения ее качества и финансирования. Доступ к качественному образованию позволит обрести необходимые и полезные науки для трудоустройства и достойной работы. Образование и знания являются непреложным условием для качественной жизни и развития нашего народа.